Сегодня у нас с вами классический, ой, не классический рецепт, одного из самых классических праздничных, ну и в том числе новогодних салатиков. Я вам покажу, как его делаю я, потому что мы после того, как попробовали вот этот рецепт, вот по обычному классическому рецепту больше вообще не готовим. Первым делом нарезаем картошечку, все это срежется кубиками. Кстати, картошки я беру столько же, сколько яиц, у меня 6 яиц, примерно столько же по объему картошки, баночка горошка зеленого, огурчики и корнюшоны, ну их поменьше, чем яиц, столько же не надо, потому что будет сильно солено. А здесь у нас красная рыбка, не хотел показывать, хотел оставить такую интригу, но смотрите, если вам нужен рецепт красной рыбки, а это обычная горбуша из магазина, замороженная, которая продается, такая невзрачная, но я ее собираю так, что она получается вкуснее, чем нанесен, ну вкуснее, чем форель точно. Вот, то пишите в комментариях, я вам сниму отдельный рецепт. Яблочко, морковка, рукола, мазик и черный перчик. Я, кстати, не знаю, как, с чем это связано, но я родился и вырос на юге, и у нас этот салат всегда назывался московский, ну вот вариация только с колбасой. Советский, нет? Кто-то его называл советский, нет, не советский, столичный. А, столичный. Столичный. Кто-то, кто-то оливье, но оливье это чисто французское название. У нас всегда оливье называют. Да, оливье, насколько я знаю, там есть раковые шейки, там есть какие-то, что там, филе фазана, ну в общем, какая-то дичь. Язычки какие-то. Да, какая-то дичь там точно есть, присутствует. У нас он всегда с колбасой, назывался московский, и я не знаю, когда переехал в Сибирь, здесь почему-то все именно за правильное произношение, так что-то пошло не так. И все называют его именно оливье. Так что, если в вашем городе называют его московский или столичный, то, знаете, вы не один такой или не одна такая, в моем родном городе все то же самое. Яйца нарезаем на яйцерезке, делаем это кубиками, стараемся аккуратно. Следом у нас идет морковочка. Морковку я варил уже очищенную. Обычно, я знаю, что многие ее сначала варят, потом чистят, но тогда она становится такого блеклого, невзрачного цвета. А вот если вы ее почистите и только потом сварите, я не знаю, с чем это связано, видимо, кожура дает какую-то коричневость или крадет цвет. Но получается это именно так. Вот вам живое подтверждение, морковка получается очень и очень яркая. Просто кубиками. Морковки, кстати говоря, у меня примерно столько же, сколько картошки, но здесь очень важно балансировать на вкусах. Возможно, сюда придется добавить что-то картошечки, либо яиц. Но я надеюсь, что ничего не придется добавить, потому что мы нейтрализуем все это дело яблочком. Вообще, в целом, морковка дает сладость, которую нужно чем-то перебивать. Если будете готовить классику с колбасой, вот особенно, там морковку не переборщите. И единственный круглый у нас здесь компонент, это, конечно же, наш горошек. С огурцами тоже для любителя. Знаете, кто-то любит огурчики соленые. Такие вот почковые, домашние, с банок, огромные такие, чем больше, тем лучше. Я же люблю корнюшоны вот такие. Они подмаринованные, обладают такой очень вкусной, приятной кислинкой. И я не знаю почему, но вот мне вот именно такие огурцы нравятся гораздо больше, чем соленые. Соленые я, в принципе, никогда не ем. И как бы даже винегрит стараюсь. Ну, не знаю, не мое блюдо. У меня прям случается какой-то диссонанс. Я пью в последнее время, последние два года, вот что думаете, я пропал с ютуба. Я снимаю активно свой инстаграм. Если кто-то не подписан, то обязательно подписывайтесь. Там у меня рецепты выходят практически каждый день. Там рецепт уже больше тысячи штук. Там все смотрят, ну, практически все смотрят без звука. В автобусе, там где-то еще, в метро. И когда оператор у меня зависает на каком-то таком кадрике, я думаю, что происходит? Почему? Ничего не происходит. Я что-то рассказываю, но кадр не меняется, и меня это немножко. Короче, я теряюсь. Вот. Оказывается, все нормально. Ну, что, кстати, смотрите вы со звуком? На ютуб, наверное, все со звуком, да, смотрят? Конечно. Ютуб другой формат. Но я, ребят, сорян, правда, я просто уже отвык, честно говоря. Берем яблочко. Яблоко у меня фуши. Вот мне эти яблоки здесь нравятся больше всего. Кстати, обязательно убираем косточки, потому что косточки яблок, любых яблок, они являются ядовитыми. Если вы не знали, то там содержится такая штука, яд, который расщепляется вообще до синильной кислоты. Поэтому обязательно. Но, опять же, если вы съедите, там, случайно проглотите одно-два семечка, ничего с вами страшного не случится. Не переживайте, не нужно сразу паниковать и говорить, что вот я когда-то ел семечки. Я ела семечки. Во-первых, да. С вами ничего не случится плохого, если вы их проглотите целиком, яблочные семечки, потому что только при нарушении целостности оболочки выделяется вот этот фермент. Во-вторых, их нужно съесть достаточно большое количество, чтобы это как-то отрицательно повлияло на организм. Но все равно будьте осторожны. Кожуро с яблоком очищаем. Мне кажется, я тебе что-то придумаю. Насчет семечек. Кстати, у меня в инстаграме было очень много сообщений с вопросом, что яблоко, яблоко в оливье, типа, да как так можно, ну и все прочее. Все вытекающие. Черный перчик. Мы добавим в готовое блюдо уже, уже приготовленное, но и я еще люблю добавлять именно на этапе приготовления. Сам салат, кто как делает. Кто-то замешивает его майонез, кто-то замешивает его перед употреблением. Я замешиваю его сразу, потому что сам салат у нас долго не залеживается. Мы обычно съедаем его очень-очень быстро. Не нужно, чтобы все это клавало в майонезе. Но в то же время все компоненты нашего салата должны быть равномерно покрыты тоненьким-тоненьким слоем майонеза. Вот видите, какой он у нас яркий. Морковка, смотрите, какого цвета. Морковка великолепна. Рыбку можно нарезать кубиками. Кто-то делает кубиками. Я же делаю ее вот такими вот полосочками. Нарезаю. Смотрите, какая рыба. 100... Сколько мы покупали? 80. 189 рублей за килограмм горбуши. Дома сами ее солите. Получается у вас... Ну, чуть-чуть неравномерно. И получается у вас рыбка не хуже той, которую продают по полторы тысячи за килограмм. А солится она очень легко и очень быстро. Буквально ночь, и у вас целая рыбина. А может, и не одна. Мы обычно берем по три. Да вот раз мы взяли шесть. Да, основа любого завтрака. Ее можно с авокадо. Можно в салатик. Можно так просто есть. Можно особенно сейчас в праздники. Знаете, как с утра проснулся, резанул вот так вот себе пластик. Какой-нибудь хлебушек такой лежал и вчерашний взяли. Маслица мазанули. Рыбка туда. Сверху укропчик. Это нам еще предстоит в следующем видео. И можно даже под рюмочку. Если очень сильно хорошо отдохнули. Если вам можно, то можно. Но ни к чему, ни к кому, ни к чему не призываю. Потому что сам я практически не употребляю. Да, потому что слюни у тебя. Да, но если употребляете, то можно. Хочу заморачиваться с подачей. Потому что я снимаю видео. Я знаю, что никто нафиг этим домом запрочит с не будет. Но у меня есть вот такое вот кольцо. Специально для разных кулинарных изяществ. И мы его, конечно же, с вами используем. Но это не обязательно. Сразу говорю, повторюсь. Если нет кольца, рецепт все равно получится. Все будет точно так же вкусно. И теперь вот так вот берем в него. Аккуратненько закладываем. Аккуратненько закладываем в салат. В комплекте с кольцами идут вот такие вот прессы. Очень удобная вещь. Потому что салат, если пользоваться кольцом, скажу вам, он иногда образуется пустотой. Ну вот как вот здесь сбоку. И важно, чтобы когда вы кольцо снимете, он не развалился. Важно его так вот уложить. Но сильно не прессуйте, чтобы не подавились наши кусочки и не сломалась структура. Мне кажется, ты такими ломтями огромными в этот раз нарезал. Ну это мужской вариант салата. Кто любит помельче, делайте помельче. Но я думаю, что вот мужики меня поймут. Девчонки тоже оценят. Но мужики поймут. Сверху укладываем рыбку. Желательно это делать до того, как сняли кольцо. Если пользоваться кольцо. Если нет, то абсолютно без разницы. Ну рыбку просто вот так вот какими-то производными вензелями. Она очень легко закручивается. Все косточки я с нее вытащил. Так. Так. Я делаю прям. Такой аристократический вариант салата, где много рыбы. Если будете заказывать где-то в кафе, а в кафе именно так подают, то скорее всего вам подадут немножко иначе, и рыбы там будет меньше. Слегка присыпаем черным перчиком. Вот черный перец, он мало того, что полезен, особенно сейчас, в такое время года холодное, он еще и дает вкус. Перец, кстати, лучше все добавлять не до готовки, а именно после, когда блюдо готово, потому что перец в воде не растворяется, а при нагревании он теряет свои свойства. Ну тут это не важно, но в целом вам на будущее. И сверху мы делаем, сверху мы делаем, наверное, уже снимем сначала кольцо, потому что, возможно, оно у нас не пролезет. Давайте пониже кадр. Вот оно, смотрите, вот тот самый момент. Оп, все, и салат получается аккуратный, красивый и четкий, как говорят у нас на районе. И сюда сверху мы укладываем вот так вот шапочку с рукавой. Можно использовать любую другую зелень в произвольном порядке. Единственное, рукаву лучше берите помельче, если у вас будет рукава. Все, вот такой вот салатик, по-моему, выглядит шикарно. Раз уж мы начали с вами вести эту линию по предыдущим видео по себестоимости любых блюд, я вам скажу так, в кафе мы недавно ели, сколько у нас стоило? 320? 350 за порцию. 350 стоила вот такая порция салата, но рыбы было раза в три меньше. У нас вся рыбина целиком, полтора килограмма, вышла в районе, ну там что-то 280. То есть целый тазик салата примерно и целая рыба соленая вышли в те же 350 рублей. Ну а себестоимость порции, ну я не знаю, я думаю, что рублей 70, наверное. Может быть, где-то, наверное, 100. Подписывайтесь на канал, если это видео вам понравилось. А то есть не забудьте поставить лайк, хотя, точнее, наверное, наоборот. Вот, и жду вас всех в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok